всем огромный привет сегодня я решила поднять немного несвойственную каналу тему и рассмотреть феномен популярности ольги бузовой да на самом деле у меня регулярно затрагиваются какие-то темы успеха достижения целей мотивации я сама люблю постоянно стремиться вперед и присматриваюсь к людям у которых получается что-то круче чем у меня пытаясь найти какие-то многоходов очки не знаю крутовые дыры которые помогают им сократить дистанцию от пункта а до пункта б соответственно что я могу для себя перенять можно абсолютно по-разному относиться к бузовой не воспринимать этом как певицу ведущую вообще никак но отрицать то что она добилась определенного успеха очень внушительного до при достаточно скромных начальных параметрах ну невозможно поэтому в любом случае как мне кажется в качестве вот такого демонстрационного экземпляра бузова подходит просто отлично так вот я уделила какое-то время тому чтобы найти в ее поведении определенные фишки ведь очень странно отрицать что популярности хотят все огромных гонораров за рекламу тоже все хотят но далеко не у всех получается так как у бузовой и соответственно что-то она делает не так как делают все раз у нее иные результаты и так пункт номер один у бузовой был старт виде участия в хайповой популярной программе дом 2 соответственно это ей дало некоторую первоначальную узнаваемость аудиторию которая уже за ней присматривала но количество участников дома 2 это несколько тысяч человек так вот популярных можно пересчитать по пальцам то есть никакой из пунктов в отдельности нельзя считать счастливым билетом есть миллиард людей просто у которых есть уже самый пункт и он не срабатывал то есть свой случай это определенная совокупность отдельных факторов дальше что мы можем наблюдать это огромное самолюбие реально при достижении успеха без него крайне сложно особенно если вы не супер мега талант в который верит пол страны и вас продвигают просто потому что вы чудесно поете без веры в себя вы никуда не продвинетесь потому что каждый первый вам будет напоминать что талантов у тебя нет ничего ты не ты посмотри ты обычно или ты хуже чем другие куда ты рвешься вон посмотри сколько людей вот действительно талантливый а ты тут со своим квадратным лицом пытаешься пропихнуться если посмотреть на первые фотки бузовой когда она явилась в дом 2 то у нее была прям вот очень карикатурная внешность да это какой-то перигидроле загар вот цвета гриль ну то есть все такое я не помню честно говоря может это было модно и так ходили все но сейчас смотрится очень весело но несмотря на это было видно что она дико просто самоуверенно она считает себя подарком несет просто на золотом блюде и попробуйте не вкусите кусочек этой сладости причем как вы видите любовь к себе она вообще не должна подкрепляться какими-то реальными фактами либо вы себя любите и принимаете да либо как майкл джексон вы обладаете охренительным голос супер признанный эталон своей сфере вы законодатель там даже какого-то направления у вас просто миллионы последователей вы собираете стадионы но вы принять себя не можете он постоянно там делаете операции да то менял цвет кожи то нос тоньше дальше почему потому что ему все время казалось что вот такой как он есть он там не достоин того чтобы быть счастливым чтобы его любили почему я заостряю ваше внимание потому что они иногда нам кажется что вот пока мы не достигли какой-то планки высокой нам себя любить не надо вот мы еще не достойны потому что мы там не идеальные вот потому что кто-то лучше фигли если так думать даже если вы станете на вершину просто пирамиды какой-то как джексон можно всю жизнь также считать что нет еще недостаточно сделано еще не пора себя любить я еще не заслужил или бузова которая пришла с темно-коричневым загаром и так а так 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 а ну-ка там бросили свои дела теперь у вас есть я и все меня любить следующий пункт это то что бузова конечно же в определенном смысле экзабиционистка в общем это человек который но в психологическом плане да он любит обнаженку внимание любит демонстрировать все 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 свои там душевные переживания все что происходит и короче когда ты просто там с любимым человеком это переживаешь с родными ли это не то вот если нет публики до театр простаивает зря пока в зале пусто чтобы не происходило на сцене актеров это не устраивает мне кажется определенный психотип и по определенному принципу должен действовать организм то есть на выход у тебя полная открытость знаешь чтобы ничего не сдерживало твои эмоции так как ты если максимально обнажен открыт и демонстрируешь вот все какие-то внутренние процессы которые в принципе обычно принято скрывать но при этом тебе идет волна ответки потому что огромное количество людей это будет бесить и вот здесь должен быть толстокожий щит чтобы обратно все это не пускать понимаете как это сложно сделать потому что обычно либо ты открыт и все процессы происходят двух направлениях очень легко то есть ты легко отдаешь эмоции но и также их принимаешь близко к сердцу либо ты наоборот интроверт никого тебе не надо никому ничего не расскажешь и те вообще классно то что о тебе думают так вот у нее этот механизм действует так что до сих пор ей огромное количество негатива то что я там ненавидят терпеть не могут это ей не перекрывает исходный поток выражение эмоций и поэтому в том числе она остается интересной такая есть тенденция вообще в публичной жизни что тебя всегда публика пытается усреднить я уже говорила об этом то есть если у тебя есть какие-то ответвления изюминки собственные они будут огромное количество людей бесить и огромное количество людей привлекать и всегда те кого это бесит они будут ярче выражать эмоции свои негатив навязывать тебе то что ты от этого изюма избавился то есть говорит что нас раздражает как тебе не идет это ужасно вот у других нет а у тебя есть и в большинства публичных людей есть склонность усредняться то есть обтачиваться так чтобы все к тебе не докапывались чтобы оставлять у себя как можно меньше поводов для обсуждения чтобы был максимально гладенький фасад все максимально принималось людьми на которые за тобой наблюдают но при этом вот это усреднение ведет к тому что ты перестаешь быть интересным вот такой парадокс до любить забег и требовать покоя то есть ты интересен потому что у тебя изюм но у тебя постоянно пытаются его отнять и навязать абсолютно вот такое гладкое поведение и посмотрите у большинства популярных людей у них ведь вот этот вот фасад некой отстраненности демонстрация только хорошего гладкого попытка вот выдать собственную жизнь за выполнение идеальных ролей в разных сферах да что я вот крутая мать посмотрите с ребеночком улыбаемся мы так нарядились в супер муж дамному поцелуйки обнимашки здесь тоже вы не прикопаетесь потому что у нас все хорошо я идеальная жена что делает бузова если описывать ее изюм то он выглядит вот так вот она реально какой-то восьмиконечное дерево у которого вот все нормальные деревья да вот так вот выстроились и пытаются демонстрировать симметричный порядок веток да что вот они все все таки о правильной формы отстаньте от меня только хвалите бузова нет вот она вот как была она это несет она не пытается там что-то знаете причапуриться пригладиться чтобы ее меньше осуждали чтоб там меньше гадости нет 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 вот этот изюм который есть она его несет просто на блюде это офигенное количество людей бесит но это работает посмотрите к идеальным гораздо меньше внимания чем к ней которая постоянно тормозит и она этому радуется она лишний раз подчеркнет что да это с тормозила что такое луна я блондинка забыла подумать и постоянно на каждом мероприятии миллиард случаев когда она вот с таким лицом глаза в кучу да и большинству людей было бы стыдно они бы уже давно пытались усредниться там позаниматься с естественных наук там вспомнить школьную программу блеснуть следующий раз какими-нибудь цитатами канта но только не бузова при этом бузова постоянно танцует своеобразный вальс у которого есть три шага это скандал наивность и амбиции посмотрите когда есть определенный инфоповод любая новость она скорее всего связана с одним из этих трех пунктов так вот регулярно подаются скандал и всегда бузова в роли жертвы то есть на нее напали кто-то про нее что-то сказал на сцене мужик пытался у нее отобрать микрофон при этом никогда этот инфоповод не носит сугубо личный бузовский характер всегда всегда она это переносит на свою аудиторию пытаясь вовлечь максимальное количество людей в обсуждении буквально вчера я прочитала очередную там историю что какой-то резидент comedy club разместил там две фотки одна хищника вторая бузова из-за сходства причесок реально между ними было что-то общем по мне это было блин смешно но это недостаточный повод для хайпа тут бузова увидела что кто-то из комментаторов там написал гадости на нее и как-то затронул ее аудиторию тоже что типа и бузова эти кто и смотрят все примерно с одним диагнозом и вот этот автор резидент comedy который эту фотку разместил он поставил лайк этому комментарию так вот тут тут же бузова сказать ага ладно там меня оскорбили но лайкнули коммент плохой в адрес аудитории мы этого пережить не можем я подаю в сути опять все это раздувать так вот опять же да она жертва там на нее покусились и создана такая ситуация чтобы вовлечь массу то есть типа я не за себя переживаю а вот за вас второй пунктик в этом вальсе это наивность то есть она постоянно демонстрирует вот такую открытость души но я уже сказала что по мне человек раненый он никогда в такой форме да так упорно не демонстрируют собственные переживания просто потому что он боится опять получить вот если у вас нежная кожица да вы не будете мацать гвоздики когда человек говорит так у меня здесь кожица нежная мне больно но постоянно лезет то в кипяток это рукой да то там какие-то иголки потрогать а потом то есть но здесь явно что процесс несколько спланирован и все не так уж где-то ранимо как могло бы показаться на первый взгляд но опять же это ей на руку и третий пункт это амбиции то есть она не является вот такой забитая девочка которая сидит дома и грустит над тем что жизни удалось там вот кто-то там на меня обозвал вот меня может бросил нет у нее при всем что она это выворачивает наизнанку еще огромные запросы которые напрямую связаны с ее бешеной любовью к себе и самоуверенностью что я достойно как бы там обо мне не думали что что мне там нет талантов мне вообще по барабан следующий пункт неотъемлемая часть ее популярность это то что в определенных случаях когда ей нужно она умеет над собой смеяться например когда урган сказал про бузову что если бузова переедет жить на запад то утечки мозгов в россии не произойдет она это разместила в своей инсте вот для людей знаете столько душевной организации это было бы дико обидно но бузова нет она увидела в этом инфоповод потому что это тоже не дворник вася сказал да а ургант там лицо номер один на нашем телевидении и даже когда это было нечто колко в адресе на лишний раз продемонстрировала что я тоже могу над собой поржать смотрите как это происходит обычно у обычного человека любая неудача и колкость в его адрес она ему немножко так расшатывает позицию выбивает почву из-под ног формирует какой-то комплекс потом ты думаешь об этом комплексе об это неудача она растет как снежный коль в итоге вот эти страхи приходят к закрытости если ты закрыт ты никому не интересен как же делает бузова она всячески демонстрирует свои неудачи тем самым привлекает внимание причем не только конкретной вот этой ситуации на где она там тормозила а в принципе к своей жизни потому что многим становится интересно блин если ты не знаешь где луна то каким образом ты пищишь из каждого радиоприемника твое лицо на всех телеканалах у тебя в инсте 12 миллионов подпи как как даже в школе учили что если ты будешь учиться хорошо знать там школьную программу писать сочинение на пятерочке у тебя же сложится если ты там не знаешь элементарных вещей то работа твоя максимум мыть полы где-нибудь в подвале а ты смотришь на эту реальность и понимаешь что тебе врали оно вообще не сходится что у нее не отнять это то что конечно же бузова трудоголик это очень видно по во первых тому как в какой форме находится ее тело то есть у нее пресс кубиками и для меня это очень показательно потому что если вы не работаете кровью потом над собой то после 30 лет в такой форме не просто быть худой до худой обвислой там худой и гладкой худой дребезжащей я уж не говорю толстой нет а вот быть подтянутой при том что после то есть это не 18 когда все как бы само собой явно что она очень много работает над своим телом плюс она появляется в куче проектов а как правило проекта снимаются гораздо дольше времени чем то что идет по телевизору да как бы вы уже круто не стояли на вершине вас все хотят если вы расслабите булки то скатиться туда вот потому что на ваше место претендует каждый первый и вот удержаться да на какой-то ступени напомню что там по моему четыре песни были в топе продаж айтюнс то есть когда там покупали возможность послушать ее песни она там побила просто все рекорды в россии да то есть это ну определенные количественные показатели успеха которые очень сложно опровергнуть ну потому что это факты на опять же не боится обсуждения себя в том числе как я уже сказала из за вот таких вот вещей пример классический в каких костюмах она на всех публичных мероприятий максимально что-то открыто странно там в каких-то стрингах просвечивающихся тут там две звезды ну в общем такое что естественно будут особенно все помпушки все помпушки ненавидели я там читала что особенно там несколько помпушек обозлились как никто другой я думаю что меня тоже бесило стопудово вот потянута женская когда знаете появляется буду и я-то три дня готовилась там сидела крендели мне крутили лучшие визажисты работали над моим лицом появляется бузова все смотрят на нее ну кого это скажите обрадует никого но она прекрасно понимает что на нее просто реки помоев польются будут осуждать внешний вид занесут там в топ самых страшных нарядов но по инфоповоду она опять всех порвет и далее что я еще заметила что она не боится и стремится быть в каждой бочке затычкой то есть она не соглашается только на заведомо успешные уже раскрученные какие-то проекта где как бы уже куча аудитории нет она пробует что-то новое то есть если там посчитать количество всяких сериалов передач там песни ведущая тут же там какие-то тексты пишет книги то есть везде буза все пробует что только можно и смысл в том что вот я читала книжку не так давно восемь навыков высокоэффективных людей по моему там говорилось как раз про очень успешных людей вот на примере гениев что на самом деле у гениев вот эти незабываемые незабвенные произведения которые связывают с их гениальным именем на самом деле это далеко не единственное их изваяние потому что у них огромное количество бездарного всего было написано сделано создано что просто забыли а вот это супер крутое остается в памяти но количество попыток гениально сильно превышает количество попыток среднестатистического человека который ничего крутого в итоге не создает то есть успешного человека его супер проект выстреливать не потому что он там такой талантливый прозорливый а потому что он сделал тысячу попыток везде и одна из них все-таки стала крутой вот у бузова это работает потому что в 2001 году она выпускала песню с текилой жуткая попса ну очень похоже на то что я сейчас на смысл в том что это не зашло вообще и больше эта песня нигде не звучало никто ее вспоминал я если честно вообще ни разу не слышала кроме как вот сейчас готовилась и думаю дай-ка посмотрю ой нет лучше выключу так вот это ей не опустило руки потому что она продолжала пробовать еще себя в разных ипостасах здесь же песенки не отказываясь от возможностей не боясь критики осуждений дальше да это то что самый осуждаемый параметр бузова то что ты не умеешь у тебя нет таланта а ты лезешь да это кажется ее самый как бы самая слабая сторона но при этом на самом деле для обычных людей это самая сильная сторона потому что смотрите свита делает короля и любого популярного человека делать его публика так вот публика это обычные люди по большей частью они ничем супер неизвестны соответственно когда они смотрят на бузов и думают но если уж такая бузова безголосая смогла то я тоже смогу потому что у нее нет там супер внешность у нее не было супер связи она там обычная девочка да и вот она вырвалась я на ее примере тоже научусь у меня тоже получится то есть это пример когда она свою как бы вот эту лимонную историю говняшку превратила в лимонад и конфетку но при этом обратите внимание что а если она не разбирается в какой-то области она не пытается ее осилить сама вот в одно лицо она привлекает профессионалов для того чтобы эту историю делали за нее но при этом выступает фасадом да я такая неумеха но за спиной у нее куча тяжелой артериелии которая есть снимает клипы там ставит голос она занимается делают ей тело все такое поэтому как бы изначально так себе данные выступают приманкой для того чтобы в итоге выдать ну достаточно интересный продукт и еще один тоже очень важный пункт который могут себе взять мне кажется все это то что все что она делает она как будто бы делает именно для людей которые этого ждут всегда из все громкоговорители раздается они делает и бездарная ты такая-сякая но нет она слушает два голоса из вот этого миллиона который говорит мне понравилось дело еще на о ребята то да 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 мы с вами споемся и давай ваять там новые произведения и так надо идти по жизни проходя мимо тон помоев ради людей которым это нужно и смысл в то что когда ты ориентируешься на них и раскрываешь вообще весь свой потенциал даже если он изначально был вот такой то ты на него вот на этот раскрывшийся цветок привлекаешь просто огромное количество аудитории тех кому это становится интересно хотя они же в начале твоего пути вообще в тебя не верили считали что ничего у тебя не получится маленький такой подводный камешек это то что естественно в адрес бузовой просто реки по моему льются в том числе от ее коллег где там постоянно куча критики как бы вроде бы конструктивно и обоснованы но проблема в том что из каждого этого посыла прям красной нитью проходит сообщение на твоем месте должна быть я почему ты я должен быть таким у меня же голос лучше почему слушаю тебя не меня я же красивее там я же умнее там они не говорят что вот мои дела идут плохо они говорят что ты незаслуженно получила то что у тебя есть но мне кажется это дико жалко выглядит потому что любой проницательный человек он видит как бы настоящее сообщение в этом огромное количество там людей имеют то что имеет возможно по нашему мнению не заслужив это кровью потом но это вас не трогает да вам по барабану что там какой-то шейх хорошо живет потому что у него папа богатый но только тот вас задевает на тему которого вы можете подумать я там должен быть вот у меня очень похожие стартовые позиции с тобой но ты выбилась вперед а я нет поэтому я ничего лучше не вижу кроме как швырять какашки тебе вот и все что я вам хотела рассказать обязательно напишите в комментариях как вы считаете почему на ваше усмотрение бузова так популяр в чем ее секрет и что мы обычные люди можем перенять чтобы сделать свою жизнь немножко более успешной так что жду вас внизу всех целую муэть